Некоторые могут посчитать, что это скучные материалы, потому что, смотрите, если сравнивать с предыдущими выборами, мы не видим уже какого-то радикализма, то есть мы не видим призывов к изменению территориального устройства, как это было в Беларуси, появления либо изменения каких-то новых государственных органов. Почему так? Потому что мы подходим к единому дню голосования с учетом того, что все те политические партии, те общественные объединения, они конструктивны, то есть они прекрасно понимают те задачи развития государства, которые существуют, и в рамках своих предвыборных каких-то программ и агитации они отталкиваются от того, что они готовы участвовать в дальнейшем постепенном развитии государства. Проблемы совершенно верно не есть, но они должны решаться мирно, реформами, поэтапно и так далее. Различия, которые лично я заметил, наверное, где-то перекос или больше уделяют внимание, если я из системы здравоохранения, то, понятно, наравне с общим развитием государства я буду обещать то, что вот я поддержу здравоохранение. Если это лицо, которое системы образования, науки, он делает акцент на ту часть, которая ему ближе, там, где он действительно является специалистом, и может быть изнутри он видит какую-то проблематику больше. И, соответственно, те предложения, которые изложены в его программе, они базированы либо на своем личном опыте, либо на тех же предложениях, которые он слышал из своих избирателей.